Игрок ЦСКА в прошлом, чемпион Евролиги Иван Лазарев. Вань, привет! Привет, Евгений. На самом деле мы здоровались еще до кадра, но, вы понимаете, это важно. Так, коннект со зрителем. Всем привет, приветствую вас на этом матче. Как часто ты бываешь на баскетболе, вот на армейцах в Евролиге? Давненько я вообще на баскетбол живьем не ходил. Последний матч я посещал Руно против ЦСКА-2 в рамках Суперлиги Российской. Но вот по большому баскетболу очень соскутился и рад, что у нас сегодня такой матч. У нас два гранда в ЦСКА-химке. Я надеюсь, игра будет очень интересна. Я являюсь комментатором студии Рухаб. Освещаю Дота-2 с огромным удовольствием, погружаясь в эту киберспортивную дисциплину. Возможно, радую кого-то своим голосом, возможно, нет. Но очень рад, что у меня есть такая возможность. И, в общем, такая новая, знаешь, новая ступенька для развития. И шанс попробовать что-то новое и интересное. Дреды топчик, жаль, я лысый. Вот к такому меня жизнь не готовила, знаешь, когда лысый. Понятно, кто-то не может отрастить волосы, но когда лысый, тут не расстраивайся. Во всем есть своя прелесть, знаешь. Ну, подожди, если есть брови, то уже все хорошо. На бороде можно сделать. Опять же, опять же. Находчивость наше все, вы можете придумать все, что угодно. Подключите смекалку. Ваня Лазарев, ты же хорош в баскетболе, пишет тебе Наталья. Спасибо большое, ребята. То, что я хорош в баскетболе, не значит, что я хорош только в нем. Поэтому пытаюсь преисполняться сейчас в других вещах. Я не закрываю никакие двери, я не вешаю кроссовки на гвоздь, но в этом сезоне у меня будет творческая пауза. То есть есть возможность, что в следующем году ты вернешься на паркет именно вот? А есть возможность, что я выйду на улицу, и мне упадет кирпич на голову. Я сейчас покажусь в хорошей физической форме, я играю в любительской лиге регулярно и успешно, поэтому не зарекайся, знаешь. Я чувствую, что все в этом мире возможно, но пока мне интересно заниматься тем, чем я занимаюсь. Просто не закрываю двери, скажу так. У химок мало больших. У них реально один журнанский хим. У них мало больших, они мне не звонят. Ну что я могу поделать с этим? Если вопрос в этом, то узнаете мой номер, скорее всего. Если нет, то спросите Евгения. У нас в студии у паркета телеведущая Таша Белая, привет, как настроение? Привет, отлично просто. Первый раз на мастер-коле? Да, первый раз. Это была моя мечта, я прям очень хотела. И ваши организаторы прям словили мою мысль, пригласили, я такая радостная была. Спасибо большое. Понятно, что телеведущая это что? Это человек, который говорит, общается, влияет на аудиторию. Можно ли спортсменов сравнить с этим качеством? Ну, опять же, это сравнивание только с телезрителем, чтобы телезритель был довольный. Ты же делаешь все ради него, поэтому, мне кажется, все-таки есть немножко похожие моменты. Ты хочешь выиграть на поле боя, так сказать, и то же самое, ты хочешь победить в эфире, чтобы своим зрителям было интересно тебя смотреть. И слушать, здесь то же самое. Надо, чтобы и выиграть, и было интересно тебя смотреть. Смотри, мы сейчас тебе покажем на просмотровом мониторе титры, а ты постараешься правильно прочитать их. Вот вы спросили слепую даму без очков сегодня. Без очков, ну, там крупно должно быть. Я постараюсь. Если что, увеличим. Давайте попробуем. Габриэль Ифе Лунберг. Лунберг. Лунберг! Так, да, дальше. Хорошо. Миндаугас? Пусть Минскас. Пусть Минскас. Да, я правильно сказала. Я не стрельникес, стрельникес. Стрельникес. Да, да. В студии у паркета создатель и ведущий, самого долгоиграющего журнала про баскетбол в России. Вид сверху. Никита Загдай. Никита, привет. Спасибо за приглашение. У нас есть такой исторический момент. Прямо веха, я считаю, случилась. Сергей Тараканов. Вот все прекрасно его знаем. Председатель совета ветеранов. Олимпийский чемпион. Чемпион мира. Трехкратный чемпион Европы. Семикратный чемпион СССР. Капитан ЦСКА в 80-х. Сергей Тараканов. В зале славы ФИБА. Это очень круто. Сомнений, что он будет там, наверное, нет. Но кроме того, что он был очень крутым игроком, ну, олимпийский чемпион, он капитан ЦСКА, он выиграл все, где играл. Абсолютно. Но при этом он не закончил развивать баскетбол. Он был генеральным менеджером сборной России в 2007 году, когда мы выиграли чемпионат Европы. Но Сергей Николаевич, он все, чем занимается, играет на бильярде. Очень круто, что играет на бильярде. Он во всем очень хорош. И как комментатор, и как журналист, и как... Я жду, когда он напишет книгу. И сейчас, когда он в зале славы, надеюсь, это будет хорошей мотивацией для Сергея Николаевича написать книгу. Если вы нас слышите, Сергей Николаевич, пишите книгу. В общем, Сергей Николаевич, поздравляем вас. Безумно за вас рады. И это живая легенда, что говорится. Сергей Николаевич Тараканов в зале славы ФИБА. Можно ли сейчас сказать, что армейцы один из фаворитов Евролиги? Или пока еще рано об этом говорить? ЦСКА фаворит всех турниров, где он играет. Но про Евролигу очень сложно говорить. Реал Мадрид на восьмом месте. На восьмой строчке в турнирной таблице это фантастика. Он сейчас на седьмой, там они у него... Ну, то есть ЦСКА может сойти с Реалом в плей-офф. Представляете, сразу? Сразу. А может быть, Барселона будет с Реалом играть? Это невероятно. И поэтому говорить, кто здесь фаворит, кто нет, очень сложно. Всем спасибо большое. Идем болеть за ЦСКА. Дорогие друзья, Евгений Тедышев, Никита Загдай. Увидимся.